Ладно, давай, клоунада, дай мне, я даю тебе шанс. Клоунада, давай. Если ты ещё раз прорекламируешь какую-то херню, я тебя предупреждаю, мы с тобой расходимся уже навсегда. Влада Бумага захейтили за очередной плагиат Мистера Беста. Блядь, ты ему мне кажется вообще посрать. Ну то есть, учитывая сколько раз он копировал те или иные вещи и другие блогеры, ну, мне кажется им просто насрать. Ну вот, уверен на 100%. Я не знаю, кто там захейтил его, парочка людей в Твиттере, всем похуй уже абсолютно. Потому что это, как оказывается, не рабочая система. Его смотрели или будут смотреть, даже несмотря на очевидный плагиат. Я вообще, ну, не понимаю, зачем Ивангай в своё время такой, бля, знаете, я копирую, конечно, Рубиуса, но хватит, хватит, хватит. Надо было копировать и дальше. Катя Душкина заявила, что не хочет заводить детей. По словам девушки, она придерживается идеологии Child Free. Ну и ладно, красава, типа, нахуй детей. Ну, в смысле, не нахуй детей, а нахуй детей, в смысле заводить. Не то, что нахуй, а нахуй их. Поэтому, блядь, а почему нет? Ну, собственно, её выбор, как бы. Никто не мешает. Ну, хоть не хочешь детей, не хоти. Адель АК, девушка Литвина, считает, что у Миланы Петровой присутствует неприязнь ко всем людям. Милана Петрова, это кто? А, Андрей Петров. Ну, сказали бы сразу, я просто не ебу, кто такая Милана Петрова. Так, он живёт только на том, чтобы зарабатывать деньги на каких-то сплетнях. Он, кроме того, как кого-то обсуждать, ничего в своей жизни не добился. Ну, в принципе, типа, ну, как бы, я об этом говорил давным-давно. Ну, не то, что он ничего не добился. У меня есть определённые достижения. Это мы отрицать не можем. Но то, что у него контент построен только на сплетнях, это факт. В основном на сплетнях. Нельзя говорить, что полностью. В основном. Это правда. Он же такой, правда, руб интернет и вся хуйня. Алексей Панин заявил, что у него был секс с Киркоровым. Чё? Можно посмотреть это? Я не про секс с Киркоровым. Я сейчас пересмотрел интервью с Ксением Собчак. Ксюша молодец, она очень профессиональный журналист. Сейчас я позвонил Максиму Галкину и попросил у него прощения, потому что все подумали, что я ебался с Максимом Галкиным. Я с ним не ебался никогда, я ебался с Максимом Киркоровым. А вот человек, про которого все подумали, что он расстёгивает швинки, это был не безруков, это был Витя Сухаренков, блядь. Ебать, то есть Киркоров и Панин? Блядь, расскажу своей бабушке, она не поверит. Ну она, честно, охренеет такой информации. С Панином, вы понимаете? Мимимишку помните? Не помню, сейчас он выглядит вот так. Краш, девочки. Старый Никита вернулся, почему решил коротко постричься? Нахуй ты это запостил? Роман Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе закончился, пишет издание Life and Style. Издание сообщает, что актёр использовал звезду реалити-шоу для рекламы своего предстоящего фильма вонка и бросил, добившись кайпа. Блядь, такой гений. Просто повстречался с Кайли Дженнер, чтобы, блядь, фильм посмотрел кто-то. Блядь. Ну это издание сообщает, ребят. Ну вы, я думаю, понимаете, что это ге... Ну как... Какой-то сюр. Ну кто будет встречаться с человеком для того, чтобы стать популярнее? Блядь. Ладно, возможно так. Есть немного. Хилми продолжает демонстрировать свои вокальные данные. Так, тихо-тихо. Я еду только в бизнес-класс, на мне сегодня оверсайз, кутюбаль, мэн и тяги, найк. Я бэйби, это кайф. Сучки завидуют мне, поднимаю кэшличок в Дубай. Со своей эс я а не завидую. Своей эс. Блядь. Я даже не знаю, что смешнее, то что кто-то по этой песне кто-то сочиняет. Я лечу в Дубай, со мной эс. Нюхай жопу у шейха, это пресс. Я хуй знаю, что... Что за параша? Кто это сочиняет? Тикток пара Сеня Бардаш и Алина Абрикоса официально расстались. По словам Алины, Сеня был максимально незрелым и воспринимал ее как мамку. Ой, я ж зубом пёзнулся. Из-за этого у парочки даже были проблемы в интимном плане. Подожди, ну просто вопрос. Вам же лет 17, да, обоим? Спать он со мной не хотел, он говорит, потому что я вижу в тебе мамку. Ну ничего себе, я такая классно. Так, Ваня, вы реально выглядите как отец, ну, отец и сын. Ой, в смысле, в смысле мать и сын. Классно, чувак. Думаю, какой ты молодец. И вот ты 4 месяца вот так вот, да? Спасибо. 4 месяца? Долго-долго-долго встречались ребята. Успешно, успешно. Не, кстати, у меня как-то были такие отношения, где, короче, девчонка была выше, чем я на полголовы. Я скажу вам так, это немного необычно. Но я, ребят, главное в таких отношениях не опускать голову. Неплохая, неплохая, согласитесь. Согласитесь, неплохая, неплохая, а? 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 Ну, хорошая. Братс, представили меню куклу Кайли Джейнер. А со мной куклу можно? Это не нормальная шутка была. Вы чё, хорошая шутка? Это нормальные куклы, братс. Шай, нельзя её раз... Ну, типа, ладно. Сегодня 138-й день рождения отмечает рэпер Джиган. Здорая Джиганчик. Это он маленький когда был? Блять, почему он когда маленький, он похож на Кузю? Помните вот этот, который Домовёнок? Из старых мультфильмов Союза. Прям очень сильно похож на Кузю. Вырос, стал Кащеем Бессмертным, я не знаю. Паш Техник считает, что ради сына нужно оставаться трезвым. Ради сына стоит оставаться трезвым, а не уебаным. Не дай бог будет что-то от меня повторять. Сразу накажу. Не, здесь он молодец. Здесь он прям молодец, молодец, молодец. Респектус. В смысле, хуйня? Вы сказали, что он должен быть бухимым около своего сына? В смысле, хуйня? Что ты несёшь? Кажется, у Елены Малышевой появилась конкурентка. Кто? Я сейчас хочу продемонстрировать лайфхак от поноса. Смотрите, ситуация. Вы идёте на улице, у вас резко прихватывает живот, и вы чувствуете, что всё, вы сейчас точно обосрётесь. В таких случаях, вот так вот надо делать. Сейчас покажу. Чё? Смотрите, вы берёте, вот так вот заопрокидываетесь, у вас всё обратно затекает, потом резко встаёте вот так вот, чтобы... И потом бежите до дома, у вас будет время добежать до дома и обосраться уже там, а не на улице. Вот, так что, надеюсь, я кому-то допомогла. Сейчас хочу понимать. Надеюсь, никто не поверит в эту хуйню, потому что вы, ну, типа, всё равно будете обсираться. Всё равно, ребята. Только будет это смешнее выглядеть на улице. То есть, прикиньте, человек, ну, вот просто идёшь по улице, и чал перед тобой падает, начинает хвататься за задницу, и у него просто кал вот так вылетает. Чисто знаете, вот это РПГ-шка. Бам, поехали. Пиздец. У Инвангая, похоже, всё плохо, что... Некогда популярный блогер проводит стримы в ТикТок и клянчит подарки. Чего? Спасибо за розу. Спасибо за розу. Гантели, 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 теннис, гантели. Мне кажется, это просто рофл какой-то вырезанный У меня такого ощущения Ну, мне так кажется, по крайней мере Ну, то есть, я же тоже на стриме так могу сидеть и сидеть, говорить там Спасибо за розу, спасибо за розу О, спасибо за гантели Ааа, гантеля, приятно Спасибо за розу, спасибо за розу О, гантели, гантели, гантели Ааа, ракета, эшкере О, спасибо, ну, блядь, ну, это же хуйня полная Согласна, типа, понятное дело, что я Ну, это не делаю на трансляции ради денег 80 миллионов долларов, столько заработал фильм Барби Сколько, блядь? Это при каком бюджете? За 10 дней. Там бюджет, наверное, лямов, не знаю, 80 максимум, 100. Чуть больше 100, скорее всего. Ну, 150 там может быть, если с рекламой, с всеми приколяхами. Ну, это уже прям сверх-сверх-сверх. Вы понимаете, сколько он окупился? Жёстко, но это успех. В Волгограде малолетки разделили долголадую 19-летнюю девушку, жёстко избили её битой и расстреляли из пневмата, снимая всё на камеру. Это я видел до этого, пошли нахуй эти долбоёбы. Катя Адушкина призналась, что не может решить проблему с кожей. Чем пользуетесь от высыпания на лице? Чем только не пользуетесь, но не помогает. Бля, кожа это такое сложное место на самом деле. Правда, вот кожа это сложное место. Поэтому успехов, там, начинаний, удачи, там, мазаться, стреляться, ну, дело твоё, собственно. Ну, сложная эта штука. Карнавал и Стоун продолжают выкладывать похожие сторис. Бля, похуй. Ксения Собчак взяла небольшое интервью у дочери Алексея Панина. Она что, тоже ебалась киркормом? Или чё? Скажи, ну тебе вот хоть раз было по-настоящему стыдно за папу? Да нет, наверное. То есть нету такого, что ты открываешь интернет, например, ещё не успела прочитать, в чём дело. Видишь, например, новый кликбейт заголовок, панин там. Да. Не знаешь, что это. И ты такой думаешь, блядь, умоляю, только бы не очередная какая-нибудь ургия. Нету, то, что умоляю, надеюсь, не что-то, ну, типа, очередное. Такое было. Но то, что мне там за это как-то было стыдно. Скажи. Короче, да нет, она не скажет же ничего плохого про отца. Это хорошая, получается, дочка прям. То есть она понимает то, что Оке страдает хуйнёй немного. Ну, как немного? Я бы сказал, по локоть. Точнее, по колено. Но понимает то, что всё равно его, как бы, нельзя принижать. Говорить то, что, ну, мне, извини, не стыдно. Пусть делает, что хочет. Ну, дочь хорошая, дочь хорошая. Контент 16-летней Лизы Анохиной такой разнообразный. В смысле, Лиза Анохина та, которая уже уже была на стриме. Та, которая Рафлан ебала, да? Хочу посмотреть, что она делает. Привет, сука. Удобно тебе сейчас? Сомневаюсь. У тебя скованы руки и ноги. Во рту кляп. Скорее всего, повязка на глазах. Я... Чё, блядь? Чё? Чё? Привет, сука. Удобно тебе сейчас? Сомневаюсь. У тебя скованы руки и ноги. Во рту кляп. Скорее всего, повязка на глазах. Я... Блядь, чел пишет с новым сообщением, сиськи норм, алё. Всем вообще похуй на это, мужик. Ты просто такой. Сиськи норм, алё. Ну, то есть, ребята такой. Сиськи норм. Вот контент. Все пока. Они вот это вот. Типа... Мне полный... Да, хоп. Если я вижу чуть больше, значит хочу видеть больше. Женок, я трохусь. Женок, я трохусь только. Блядь, это же... Ну, короче, представим, что вот я такой же снимаю. Сиськи. Вот так надо делать? Чё, нормально? Получилось? Ну, типа сексуально? Не? Пенис достань наполовину. Не, не буду. У него он большой. Не получится наполовину. В общем, да. Екатерина Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку рэпера Угли Степан. Блядь, жаль Угли Степана. Капец Угли Степану, походу. Может, дурку пора? Кто это? Я тебя, блядь, просто в зеркале нахуй не узнаю. Я не хочу, блядь, быть, сука, такой нахуй. Безик, софт, тянь, пизду, мне это далеко, блядь, не надо. Кто ты нахуй? Я Гитлер. Бля, ладно, я шучу, я не Гитлер. Ладно. Ладно, нет, 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 я шучу. Ну, в смысле, который этот, президент в Африке. Милана Петрова начала гормональную терапию, но перед этим она решила сдать свою сперму на хранение в банк. А в чем смысл? А, хотя да, я понимаю. То есть ты собираешься быть девушкой, но на всякий случай хочешь зачать ребенка как мужчина. Ну, в принципе, все логично, все логично. Сегодня отмечается начало международной недели клоунов. О, ребята, я-то думаю, че я активизировался. Женщина, в которую Карди Би метнул микрофон, пошла в полицию, сообщила об инциденте. Теперь на рэпершу могут завести дело за нанесение побоев. Подожди, Карди Би? Ебать, а нахуй она ебанула микрофоном по человеку? Она че, ебнутая? Или что? Кридович иначе стали чаще замечать, что 13-летний Тони Худяковой. Ей 16 лет, а Криду сколько? 29. Ну, кстати, в защиту Кридович сказать, что, блядь, она выглядит старше меня. Да даже, наверное, старше Крида, блядь. Ну, блядь, она реально выглядит старше Крида, че за хуйня? Я вообще не понимаю, как это женщины делают. Почему женщины лет 16 выглядят старше, чем я сейчас? Ну, для справочки, мне 28 лет. Я буду говорить об этом постоянно, чтобы вы помнили, понимали это. И рофл-то в том, что какого-то хера девочки лет 15-16 выглядят старше, чем я. Какого хуя? Это у женщин че-то вот, знаете, в генах. Такое ощущение, как будто они выглядят просто старше лет даже в 15, в 12. Я помню, в 12 лет у меня в классе уже ходили девчонки, все такие раскрашенные, все такие крутые, ё-моё, как будто старшеклассницы. Тем временем мы с пацанами. Блядь, пойдёмте в Perfect World! Йоу! А чё, может, Counter-Strike поебашемся? Ха-ха-ха! Бля, вы, мальчики, ничего не понимаете. Да, сука, это вы ничего не понимаете. КС круче, чем... КС круче, чем секс. Лариса Долина всё моложе и моложе с каждым днём. Где мои 67 лет? Ну, кстати, она реально выглядит очень молодо для своих лет. Ну, это правда, это правда, это правда. Ну, только вот эта фотография, конечно, обработана шо, пиздец? Это, я думаю, понятно всем. Вот тут, блядь, вот сюда просто посмотрите. Вот сюда, сюда. То есть, это очевидно всем, что обработана на пиздец. Но то, что она выглядит хорошо для своих лет, 100%. Сука, ладно, это охуенно. Ой-ой-ой, здесь... Ща-ща. Ты долбоёб на... Спрячься. Бля, иди нахуй. Просто иди нахуй в пизду тебя. У Ивана Золы есть фанаты, что? Ой, это я. Это я. Вы знали? Это я стою там. Да-да-да. Ну, кстати, больше ничего интересного в клубной неде нет, к слову. Вообще ничего больше. Ну, и самое новое. Там, типа, Янчи показал себя с распущенными волосами. Ну, я хз, по-моему, он так уже снимался, поэтому хз. Но я хочу тоже себе отрастить волосы, сидеть такой с длинными волосами, прикалываться. Бля, может мне реально отрастить длинными волосами? Длинные волосы. Ну, что думаете? Отрастить длинные волосы, сидеть такой. Куртка Бэйн. Взять себе вот этот, рубашку, свитер. И как куртка Бэйн сидеть? Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду врачу.